друзья пресс на канале ходит wargamer с вами хоббит и это warhammer daily ваш ежедневная доза новостей и слухов и сливок о warhammer что ж сегодня у нас 18 июля и мы смотрим с вами новости новости которые успели накопиться за сутки что же там у нас есть такого у нас начинает собственно то сайт warhammer комьюнити начинается просмотр его с того что новость легионс империалис ну как сказать новость больше статья про этот про эту игру который относительно недавно анонсировал компания games workshop здесь рассматриваются ее корни непосредственно то есть началась эта история с 1988 года игрой адептус титаникос но я думаю что многие знают о кулсторе про то что все время games workshop выпустили игру про титанов с обеих сторон были одинаковые минички потому что не позволяли бюджет не позволял сделать разные минички для обеих сторон и поэтому собственно у нас возникла как они придумали такой бэк противостояния что у них происходит гражданская война вот и все вот собственно гражданская война ну и закрутилась завертелось и получилось у нас с вами ересь хорса короче вот насколько я это помню насколько я это вот понимаю рассказывали собственно сами гавешники об этом кто-то из их команды кто там то ли уже уволился то ли давно не работает короче не суть вот 1989 год игра space marine это тоже как ни странно это у нас epic epic масштаб epic да то есть это такие крохотные прямо крохотулечные миниатюры вот можно увидеть принципе сравнить до книгу правил и собственно сами миниатюры ну прямо мастипучное что-то такое картонно-пластиковые дома кстати история с ними прикольная ну вот гавешники в принципе под такой формат у нас выпускают чисто пластиковые дома а я считаю что они в принципе могли бы быть и уже с оформлением покрашены на раскрашенный картон там я не знаю вот это вот можно сделать симпатичные симпатичные в таком же стиле домики но гавешники предпочитают нам продавать прям прям здание которое надо красить но он благо их не очень сложно красить в принципе 91 год epic space marine еще один да получается а это уже space тут уже в заголовке epic ну прям классно все так винтажно лампово выглядит здорово тут космодесант танки титаны на обложке вот выглядит целом достаточно прикольно в принципе компоновка коробки ну почти такая же то есть да какие-то один титан сколько-то я так по что какая-то другая фракция что ли присутствует немножко непонятно здесь у нас еще пишут то что вообще в целом тут были у нас фракции представлены в этой системе типа как эльдары орки космодесант скваты хаос имперская гвардия тираниды вот они были доступны в в этих самых дополнениях вот ну короче состав коробки такой вот они нам тут как раз показывают минки имперской гвардии эпик эпик масштаба вот это сейчас современные миниатюры да вот солар ауксила ересь хоруса а вот это вот у нас все гвардия видимо вальгальцы катачанцы ну и еще какие-то ребята муж коде может еще кто ну конечно выглядит все прямо но новые тоже не могу сказать что в этом масштабе прям все выглядит супер-пупер честно говоря страшноватенько это это но надо не в этом дело не в эстетике а именно в самом процессе и вот вот таких вот крохотульных чувачках которые ну вот наверное когда ты видишь это на столе тогда только понимаешь на самом деле вот поэтому чё тут говорить вот еще у нас так примеру космодесант современные справа и космодесант слева кстати слева вполне себе миниатюры прикольно выглядят на мой взгляд но вот видите они а сделали размер где-то вдвое выше увеличивали увеличили высоту миниатюр вдвое и уже детализация немножко другая уже не не так комично выглядят хотя все же все равно такие же мимимишные в принципе но вот герои кстати апотекарий капеллан там капитан знаменосец все вот эти вот кому командование космодесант очень прикольно кстати выглядит новые как-то не так как-то не так но очень продолжается статья девяносто четвертым годом epic titan legions тут уже у нас две фракции в коробке давить прошло шесть лет получается и уже уже гвшники доросли до того чтобы сделать две фракции там у нас видите два мега гарганта один импера титан класса император в коробке как я понимаю и машинки орочи и имперские рыцари вот имперские рыцари со стороны империум еще это чисто чисто техника здесь устраивал замес и дальше у нас все это дело продолжается 97 годом epic 40 warhammer 40000 эпик до этого был epic titan legions а тут уже все теперь они назвали систему прям epic все epic 40000 очень клёвый арт бланше лайк здесь у нас что с вами здесь у нас battle book армии сбок руль бук и кучу всего руинки кстати пластиковые между прочим прикольно всякие взрывы эффекты здесь есть много техники марской много техники орочи и минки собственно пехота орочи имперская блин но один косяк есть у этого набора это орочи города гаргант картонный блин ну ребят ног а гв дорогие гвшники девятого года зачем зачем почему у вас же был гаргант здесь почему нельзя было выключить коробку ну ладно это все так это очень прикольно на самом деле блин все есть но одна микро картонно ну прям блин я просто похлопаю тут пример мини космодесанта хочу все клёво выглядит на самом деле блин хоть сейчас бери играй мне кажется вот всякие land raider и там и всякое такое вот в общем потом у нас еще был тысяч на этом году epic armageddon и вот тут уже можно посмотреть а чё все что ли получается а а это только правило они только выпустили правило все остальные минечки все остальные минечки они были лип старые либо с фарджи что-то было в том числе и имперская тау империя империя тау и имперский флот вот и значит собственно этим все не закончилось естественно в том году в 2003 но продолжит 2006 и 2019 редакциями аэронавтика империалис вот но 2019 у нас многих кстати есть то коробочка там три стартера выходила если не ошибаюсь вот у нас самый первый где имперская гвардии тау вот все открашено поиграли ну и положили на полочку собственно сейчас кстати что в продаже есть обращайтесь кому надо покрашены минчики игра если вдруг вам интересно ну постараемся договориться вот значит чего но таким вот образом у нас games workshop подводит черту под этой темой да хорошо мне кажется полезную часть статья она нам показывает показала всю ламповость предыдущих каких-то коробочек вот она нас настроила на новую коробку в принципе вот молодцы молодцы полезная статья такая историческая вот окей ладно идем дальше с вами показывают нам что есть будут в ближайшее время у games workshop настолочки для американского рынка и для немецкого рынка на самом деле не зря они выбрали данные рынки потому что и в сша и в германии на самом деле рынок настольных игр очень мощный вот и гвошники туда периодически закидывают закидывают удочку прям ежегодно закидывают удочки в виде настолочек со своим минчиками вот собственно таким образом они цепляют настольщиков и тех кто в принципе наверное никак не мог подобраться к вархаммеру а тут вроде как наверное и цена привлекательная потому что посмотрите здесь ну что вот что в этой игре такого дорогостоящего в принципе ничего не должно быть картонное поле 5 кубиков линейка и 20 миниатюр не знают силы гвошники могут их туда чуть ли не бесплатно включать на самом деле вот учитывая сколько стоит каждая каждая последующая отпечатанная миниатюра знаете на станках короче здесь можно подвинуть в цене я вот о чем не без бесплатно конечно хотя бесплатно миниатюру в магазинах вархаммер есть что вот миниатюру месяца можно получить бесплатно короче настолки первое space marine the board game там у нас эксклюзивная миниатюра капитана тита из space marine игры компьютерной в конце года ожидается space marine часть 2 но все же на в курсе но тем не менее важно это проговорить в общем да вот такая вот будет игра чё там как не очень интересно честно говоря вот минка тита посмотрите выглядит довольно прикольно окей но бежать за ней в какой там американский аналог пятерочки особо смысла нет поэтому скорее всего тит будет выходить отдельно потом как-нибудь когда-нибудь наверное может быть нет кстати да 23 миниатюры в комплекте я почти угадал значит далее неожиданность я этой коробки не видел честно гена как-то проскочила мимо называется комбат арена layer of the beast здесь что примечательно комбат арен у нас уже была была такая история и ну чё сказать я не играл я не знаю как она выглядит но вот так вот что-то какие-то токены какие-то карточки какие-то персонажи но сводится это к тому что команда должна противостоять команда из четырех персонажей должна противостоять монстру монстром здесь у нас служит сюрприз-сюрприз амбул вот а протагонистами у нас служат миниатюры из ну как и сам амбул который выходил в чернокаменной крепости виде дополнения от чернокаменной крепости такая Настолка в стиле Вархаммер Квест от Геймс Воркшоп Собственно, протагонистами, антагонистами выступает Амбул Протагонистами выступают здесь вот миниатюры из, также миниатюры из Чинокаменной крепости Но не все, вот этот вот чувак, какой-то капитан бородатый с Бала и вообще из Ордена, да, или чего там, этих Кровавых Ангелов Он, собственно, у нас откуда-то вообще из другого места, я, честно говоря, не знаю Но я здесь вижу, я здесь вижу из Чинокаменной крепости Амбула, естественно, потом Эльдарку Чувачков, которые эти ратлинги, Юру, который на самом деле железный человек, да, это скрывающийся под личиной тупой машины Осколок искусственного интеллекта, да, эпохи, какой-то там эпохи, короче, когда люди сражались С искусственным интеллектом, с машинами, вот Я помнил, но забыл, честно говоря, эту историю Вот, не суть, вот, с ним этот, так, техножрец тут еще был, по-моему, с Юрой, нет? А, нет, Юра без техножреца, это потом будет там сервитор в дополнении Вот, ну, в общем, тут еще всякие имперские прикольные персонажи Например, жрец, такой вот с огнеметом, жрец с, как он называется, с пауэр булавой и сервочерепом прикольный У меня все это есть покрашенное, очень прикольно это все дело смотрится Минки красивые Вот это уже стоит того, чтобы где-то это раздобыть, потому что миниатюры Чернокаменной крепости Они, собственно, почили непосредственно с самой Чернокаменной крепостью Где-то еще можно купить ее, в частности, у меня тоже есть копия невскрытая, если что, обращайтесь Вот Сидит туда, сидит, короче, этот барыга Ладно, не суть В общем, эта коробка будет продаваться и в Штатах, и в, как его называют, и в Германии Вот, в Штатах будет она продаваться в Северной Америке Она будет продаваться в Barnes & Noble Наверное, сеть магазинов Может быть один, ну, вряд ли один магазин И в Германии он будет продаваться в Мюллер, Талия, Эльбинвальд и Геймстоп Короче, там можно все дело словить Ну и плюс еще ждем, наверное, в России все-таки, может быть, кто-то притащит несколько коробочек Было бы прикольно Вот Но, честно говоря, сам геймплей, мне не очень нравится Вот эта вот битва против босса Какую-то одну миниатюру Ну, такое На любителя Warhammer Underworld Starter Set Нам тоже показывают вот такую вот настолочку На самом деле, этот сет уже в продаже Уже можно купить Здесь, чем он примечательный? Это, в принципе, обычный стартер Warhammer Underworld Какая-то такая урезанная версия Underworld Но, слава богу, здесь есть ценность в ней Какая? Две банды из Underworld с первого сезона Это вот штормкасты с птичкой, так называемые, по-моему, или собачки Нет, с птичкой Трое штормкастов с птичкой И Вот эти вот классные скелетики Классные скелетики у меня в коллекции есть Но Видите, уже, получается, карты для них вообще устаревшие А это Ну, надежда С этим набором Есть надежда, что Дадут нормальные, может быть, карточки новые Чтобы эта банда могла играть Ну, может быть, не наравне со всеми Но хотя бы не так уже Выглядела Алдова по сравнению с какими-то С новыми бандами Тем более Там с третьего сезона Warhammer Underworld Он же поменял концепцию колод И теперь все, абсолютно все карточки Фракционные в колоде Прям берешь и играешь А раньше у тебя не доставало фракционных карт Тебе приходилось докладывать общие карты в колоду Вот И это как-то все выглядело не очень Здесь Было прикольно сыграть и штурмкастами И с первого сезона И с скелетами И с первого сезона Но уже с новыми картами С новыми колодами Поэтому, ребят У вас есть возможность Проспонсировать данный контент на нашем канале Покупка этой коробочки И также Распаковочка по ней И Батл-репорт Для вас Заходите в наши стримы Там будет донатный сбор Или заходите на наш Донейшн Алерт Все ссылочки в описании Поэтому Вот у вас есть возможность Повлиять на Выход данного контента У нас На Канале Дальше Румор Энжин Это Ну чего Какую-то арку показали С Ну какими-то растениями Что-то мне напоминает Скейгинское Может быть еще что-то Сами ГВшники Обычно здесь Какую-то шутейку Какую-то шутейку Здесь приплетают Типа вот это точно Вот это вот Но Я как обычно Не прочитал Не понял юмора Это невозможно Потому что я же не прочитал Вот В общем Румор Энжин такой Это слухи Которые Геймсфоркшоп Нам эмпирически Подкидывает Ну как сказать Тизерит нас Кусочками Черно-белыми кусочками Миниатюр будущих Ну Мне честно говоря Как-то ровно Нам и так Показывают горы Просто новых миниатюр Что вот это вот Это уже мне кажется Излишним Но Кому-то может быть интересно В принципе На Вархаммер комьюнити У нас все Дальше Так сказать Обзор прессы В какой-то степени Сделаем Как обычно Это у нас Чаптер Мастер Волрок Что у него там выходило Ну вот Мне понравилось Из последнего Это обзор его Обзор его Армии Имперских кулаков Да Он там показывает Свою коллекцию В принципе Молодец Быстро достаточно Красит Не очень сложно Вот таким вот образом У него все выглядит Я кстати Вдохновился Даже Хотел бы снять Что-то Подобное Знаете В таком Непринужденном стиле Без каких-то Изысков Про свою Имперскую гвардию Вот Поэтому Про 22-й Кодианский Поэтому Оставьте коменты Оставьте коменты Оставьте лайки Пишите Хотелось бы вам Про мою коллекцию Что-то подобное увидеть Вот Потом он делает Разбор ролика Ну точнее На Вархаммер Плюс Вышла анимация Под названием Iron Within По Вархаммер 40 тысяч Ну короче там Он здесь конечно не может Целиком показать Он показывает чисто скриншоты Но история там такая То что значит На планету Некую напали Темные Ильдары Значит Начали всех резать Похищать Имперский губернатор Сказал типа Мои полномочия На этом все Вот И потом собственно Что его там Застрелили Или типа того Сместили И вот имперский командующий Он собственно Послал какой-то То ли сигнал То ли еще чего-то Короче куда-то Потому что Где-то кто-то Когда-то обещал Какие-то ангелы Императора Обещали этому миру Что они придут на помощь Вот Видимо это было 10 тысяч лет назад Потому что Потому что На помощь пришли Ангелы Но уже не императора А другие Вот Пришли Непосредственно Железные Войны Вот Айронвизин И походу Всем там устроили Полный Айронвизин Потому что я до конца Честно говоря Не досмотрел Вот Но если вам интересно Вот можно посмотреть Разбор от Волрока Молодец Что так делает Можно хоть посмотреть В виде скриншотов Если у кого нет доступа К Вархаммер Плюс Напоминаю Что Вархаммер Плюс Это Подписка От Games Workshop На Батл-репорты На Ролики по лору По красу Вот такие вот Анимации Всякие Потому что ГВшники В свое время Подмяли всех Независимых Ну большинство Независимых Авторов Непосредственно Анимаций Фанатских Вот И все это дело Положили за Контент Вот кстати Походу Тут Замочили здесь Командующего Осталась одна Гвардейка И Хрен его знает Вот Короче Валрок Валрок Валроку нравится У Aspects Tactics У нас Вышли Разные Ролики Так Если смотреть Хороший Батл-шок Естественно Всякие Вот эти Новые Менечки Тиранид Которые Мы смотрели С вами Вчера Обзор На них Потом Значит У тиранидов Какие-то Расписки Сильные Расписки На тиранидах Стоят ли Того Ассасины Тирлист Тау Империи Какие там Юниты Дно Какие клевые И по эпику Еще ролик Короче Хороший канал Много информации Но естественно Все о чем мы говорим Все на английском языке Возможно Там есть неплохие Субтитры на русском Я не знаю Я не знаю Я потребляю контент На английском Мне повезло Вот Кому нет Ну Извините Друзья Вот Губерталн Хоббис Значит Ну Добавим Хоббийную Составляющую Нашему выпуску Губерталн Хоббис Известный Достаточно Молодой человек Вот Канадец Кажется У него Вот Выходят ролики На разные темы Кстати Мы на стриме Смотрели Ролик По-моему По Paint Factory Если не ошибаюсь Army Painter Как они там Свои красочки Собственно Разливают Замешивают И прочее Прикольный ролик Вот Самый последний Вышел Это Ролик Связанный С благотворительностью Я не знаю Какая там Подоплека Благотворительности Но чувак Короче Покрасил На крючке Потому что Он любит Рыбную ловлю И решил Сделать Приманку Сделать поплавки Ну Это приманка Называется И поплыть Короче Там где-то С Музери Онтарио Или еще Каком-нибудь Вот Ловить рыбу Вот он Типа Сколько я рыбы Поймал На Космодесантников Вот И сколько он Рыбу поймал Я не знаю Вот Вот одну По крайней мере Поймал И кажется Вторую тоже Ну в общем Да Такой вот ролик Чем нас порадовал Дункан Честный человек Ребят Кто не знает Дункана Дункана знают Все Как говорится Вот И Покрасил Он у нас Тиранит В стиле В стиле Как это называется Звездных Старшип Трупперс Как это переводится По-моему Звездный десант Да Он покрасил Тиранит В стиле Звездного десанта Вот Че он Как он их покрасил Покрасил Достаточно Прикольно Ролик Немножечко Стилизован Под новостной выпуск Ну в самом начале Под новостной выпуск Непосредственно Там Кого Господи Ну в этом В звездном десанте Были новостные выпуски Типа местных передач Каких-то Вот На земле Там Что происходит в космосе Кто там с кем борется С кем дерется Короче Решил он вот так вот покрасить Мне понравилась Честно говоря Финальная тема Финальный Финальный вид миниатюры Такой Прикольный С полосками Черно-красный С желтыми полосками Офигенно выглядит Кстати Молодец Данкан Недаром Он такой Всеми любимый И Классный парень Вот Собственно Че Постарался я разнообразить Сегодняшний ролик Разными Другими Штуками Не только Вархаммер комьюнити Что вам было поинтереснее Может быть Расширить кругозор Как-то Где-то Что-то В общем Да Что вам сказать На сегодняшний На сегодняшний день Закончен Вот Увидимся с вами завтра Вот Не забывайте Что Сегодня же И каждый будний день У нас 20.00 Стрим Хобби стрим Приходите Красьте миниатюры Вместе с нами Просто приходите Пообщаться В ламповой обстановке Два часа С восьми Вечера По Десять Вечера По Москве Мы сидим На ютюбе На твиче В телеграме Вконтакте Ну короче Много куда стримим Поэтому выбирайте Площадку Себе По По вкусам Вот А я с вами прощаюсь Желаю удачи И до завтра Друзья Пока-пока Продолжение следует